Откуда растут уши у оператора GoTo? Естественно, из машинного кода. В машинном коде, согласно принципам фон Неймана, инструкции выполняются последовательно в памяти, одна за другой. И существуют такие инструкции, как Jump, Jump Not Equal, Jump Greater Than и другие, которые позволяют взять и перепрыгнуть в какое-то другое место кода. Например, выход из цикла, что-то еще, условное выполнение. То есть, если так, то мы перепрыгиваем. В общем, прыжки для ассемблера и, соответственно, машинного кода – это норма. Тем не менее, в высокоуровневых языках программирования GoTo – Never. Никогда. Аргументы против него. Первый аргумент – это плохой тон. Если вы хотите, чтобы читающий ваш программный код, программист, плевался, используйте GoTo. Это верный способ. Второе. Код, написанный при помощи GoTo, становится нечитабельным. Unreadable просто. Третье. Он не нужен. Он заменим циклами и ветвлением. То есть, обычные while или do-while, в общем, и ветвления, и каскадные. Они все это позволят. Еще компилятор на самом деле оптимизирует программный код. Он не переводит на машинный код все просто механически. Обычно включены опции, которые позволяют ему большую свободу, и он может воспользоваться какими-то фишками. Он понимает, что смысл не потеряется, если он скажет это более быстрым кодом, короче говоря. И этой оптимизации не будет, если вы будете пользоваться GoTo. Ну или, скажем так, ее будет меньше. Ну и еще. Как в известном анекдоте, грузин бьет себя в грудь и говорит, мамой клянусь. Вот папой клянусь, есть один из величайших столпов информационных технологий, Эдсгер Дейкстра. У него есть целиком посвященная этому делу статья. Эдсгер Дейкстра против. Вот это аргументы против использования GoTo. Есть несколько исключительных ситуаций, когда GoTo терпим. Иногда при программировании такой структуры, как конечный автомат, это бывает более элегантным приемом. Но бывают и другие способы реализации конечных автоматов. Иногда выход из вложенных циклов сразу тоже может быть с GoTo. Ребята, постарайтесь обойтись даже в этих случаях без него. В общем, я думаю, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Посмотрите, пожалуйста, на вот такую вот программу. Мы ее с вами писали на предыдущем видео. Все понятно. Цикл, в котором пока х не ноль. В общем, она читаемая. В ней есть структура. Даже сам стиль кодирования, в котором я делаю отступ на вложенные вещи, он подсказывает мне, почему происходит. А теперь посмотрите. Абсолютный эквивалент этой программы, но написанный при помощи GoTo. Посмотрите внимательно. Постарайтесь вчитаться. Я запущу вот эту программу, чтобы вы увидели, что она работает. Работает точно так же. Я ввожу число 10. Он пишет, что 10 четное, 13, 13 нечетное, 1000. Не важно, что. И вот там ноль. Пожалуйста, он вышел. Теперь еще раз взгляните на нее. И поймите, что надо постараться избавиться от GoTo вообще. Программа может выглядеть таким длиннейным списком. Но фактически, как на ассемблере. Избегайте этого. Не пользуйтесь GoTo. Так, ну и мне немножко нужно еще сказать о том, что как выглядит ситуация, когда GoTo незаменим. То есть вот я, придумывая блок-схему, придумал ситуацию, когда он незаменим. Вот представьте себе, что у вас вот такой вот цикл, в котором у вас идет. И в то же время у вас может пойти вот такой вот цикл. То есть вот когда у вас, как сказать, кусочек там повторяется. То есть получается, что вот такая структура, она, вот такая структура переходов, она не может быть реализована. То есть вот этот пункт 3, он не совсем точен. И заменим он только в нормальных ситуациях. Но представить себе реальную ситуацию, когда у вас будет вот такое вот движение, когда вы, может быть, зацикливаетесь вот тут, а может быть вот тут, а потом вот так вот раз и сюда. То есть у вас, возможно, вот такие циклы. В общем, это ненормальная ситуация. Лучше этого избегать, как огня. Теперь давайте посмотрим с вами на оператор свитч. Сейчас будет контрпример. Мы сразу посмотрим на то, чем свитч плох. Оператор свитч – это оператор ветвления. У него есть второе служебное слово «case», ну и там вспомогательное слово «default». Вот оно. Вот. Это, ну, в Паскале назывался «case» такой оператор. То есть множественный выбор. Сразу разбиение на много случаев. Первая причина его не использовать – это то, что он работает только для целых чисел. То есть он не работает ни для каких сложных структур данных. Для строк, для, не знаю, множеств. Ни для чего. Ни для вещественных чисел его нельзя использовать. Только для целых чисел. Ну, сразу ограниченное применение. Второе. Давайте запустим и увидим. Вот сейчас все написано красиво. Красиво. Читабельно. Читабельно. Но работать не будет. Ну, посмотрите. Вот, например, запустим данный программный код. Вот, напишем туда число 10. Логика этой программы проста. Она должна реагировать распечаткой 1, 2, 3 и 0. А для числа 10 она соответствует, ну, для других всех чисел. Она должна писать, я такого числа не знаю. Да, вот он, пожалуйста, пишет «don't know this number». Да? Окей. Окей. Давайте попробуем запустить для нуля. Запускаем для нуля и видим, что? 0, а потом «don't know this number». То есть у меня возникает странное исполнение. То, что я говорил для if однозначно всегда выполняется. То есть либо, либо это в свитче не работает. Не работает. Дело в том, что свитч организован внутри через go to фактически. То есть если х равен нулю, то происходит переход на метку. Обратите внимание, видите, вот это двоеточие. Вот эта штука – это метка. Давайте вернемся к never go to. И посмотрите, вот эти штучки – это что такое? Это метки. Это метки. То есть, в принципе, метка – это что-то наподобие комментария. Ну, надо сказать, что при этом этот тип комментарий забирает на себя идентификатор. То есть я не смогу теперь буквой «а» пользоваться для названия переменной. Да, но в данном случае это не загрязняет идентификатор. Но меткой фактически остается. То есть у меня происходит переход вот сюда. И у меня начнется исполнение, начиная отсюда и отсюда. То есть вот эти сами метки, их как бы нет. То есть это некая вторичная вещь. На самом деле первичное действие. А метки просто говорят, куда перепрыгнуть, если х равен тому, сему и всему или всему. В некоторых ситуациях можно писать через запятую. Но я в данном случае не буду ничего писать через запятую. Ну, так, 1, минус 1. То есть можно, в принципе, несколько чисел туда написать. Как сделать нормальным это поведение? Ну, чтобы это работало так же, как в if-else. Чтобы уж обрабатывался, он реально делал только вот это действие и все. Ответ такой. Надо написать break. Причем, в принципе, break можно писать на следующей строке без всяких фигурных скобок. Здесь эти фигурные скобки, вот такие, так, обнимающие. Они не нужны, а потому что это метки. То есть вот эта метка. То есть мы сюда перешли и пошли выполнять. Раз, а потом два. А если надо, тут будет, что называется, несколько этих принтов. Ну и что? Пожалуйста, пусть их будет хоть тысяча тут. Опять же, это просто программный код, который вот поехал себе выполняться. Пока не дойдет до конца свитча. Ну, а дальше пойдет дальше выполняться. Но вот этот вот break позволяет прервать выполнение, перепрыгнув сразу, ну, фактически вот к этой точке с запятой. Кстати, у свитча вот здесь вот точка с запятой обязательно. То есть вот это вот, вот эти вот фигурные скобки, это не добровольное дело, в отличие от у if или у циклов, обрамления тела цикла. Там, если у вас один оператор, этого может не быть. У свитча эти фигурные скобки обязательно, вот эта точка с запятой есть. Вот, ладно. Короче, break перепрыгивает вот сюда. То есть это замена оператора go to. Ну, я бы мог, конечно, go to тут написать, а сюда поставить меточку такую, при помощи которой выпрыгивать вот сюда вот, да. Вот, ну, да, вот, ну, вот так вот. Но это не совсем то, не хорошо, не красиво, да. Вот, прошу прощения, break. Да, и его часто пишут вот так. То есть, в принципе, можно, если у вас там одно действие, написать его в той же самой строке. То есть, ну, вот, вот так вот его набросать. У последнего кейса, ну, в данном случае я последним поставил дефолт. То есть, метку, куда прыгает свитч, если x не равен ничему из вот вышеперечисленных. Дефолтная метка. Так вот, в ней я, в принципе, не обязательно в дефолтной, но самое главное, в последнем кейсе я могу break не ставить. Ну, просто потому, что и так никакого действия после этого нет. То есть, вот этот break, он избыточен, по сути, перепрыгнуть просто вот сюда. Я надеюсь, что я отбил у вас желание использовать как go to, так и switch. Тем более, что switch, ну, теперь это будет, по крайней мере, работать. Давайте увидим, что это дело работает. Пожалуйста, 3 он пишет, 3, да, и больше ничего не пишет. 2 он пишет, 2 больше ничего не пишет. Ну, и что еще там? Давайте там 1 проверим, 1, да, и 0. Тоже напишем. Короче, еще раз скажу. Я надеюсь, что я отбил у вас желание пользоваться как go to, так и switch. Тем более, что у switch есть замена. Это каскадные if. Else if, else if. Он применим и к строкам, к чему угодно. Все, что вы сможете запихать в условия, позволит вам разобрать много вариантные случаи. Переходите к следующему видео. Переходите к следующему видео.